Привет, любовь моя! Привет! Что грустил? Да вот вспоминаю наш отпуск. На самом деле, если кому интересно про наш отпуск, то вот здесь где-то всплывет ссылка на плейлист в этом году с нашей поездкой, там о том, как мы с палатками и детьми носились по Европе. Ну так вот, вспоминая наш отпуск, вспоминаю я маленькую вот такую ложечку дегтя, которая была в нашем отпуске, и это, конечно, палатка. Да, все было чудесно, все было прекрасно и чудесно, но собирать и разбирать палатку каждые 3-4 дня мне, ну говоря, литературным языком, чтобы YouTube пропустила, мне надоело. И поэтому у меня возникла идея... Вау! Это прицеп, что ли? На колеса? Это он. На колеса. Такой... Ой, нет, не так, вот так. Представь. А машины нет. Ну, машины уже у нас есть, у нас прицепа нет. В общем, представь, как все будет чудесно. Вот мы с тобой, твой Мурсов наших замечательных, приехали на берег океана. Да, такой говорит, как ш-ш-ш-ш... И мы такие, чх-чх-чх-чх-чх-читх-читх-чх-читх-читх-читх-чх. Вот, ничего не надо собирать, ничего не надо разбирать. Приехали, открыли дверку, зашли туда, поспали. С утра проснулись мы с тобой, а тут так, чик, раз кухню открыли, там кофеварка стоит, да, мы такой, знаешь, там тут еще по стульчика, и мы такие, знаешь, сидим с тобой, там океан делает, да, и мы такие кофе пьем, там Мурса в песке играет, представляешь, как это все будет? Тут вот пальма, ну, как тебе эта идея? Все хорошо, идея очень хорошая, классная, ну, надо деньги и не маленькие, если бы не покупать такой прецептик, он будет стоить денег. Ну да, это вот моя мечта, конечно, не предполагала, да, что там, что-то как-то с деньгами что-то связано, у меня мечта все раз и появилась. Ты знаешь, сколько стоит такой прецепт? Тоже поддерживаем. Как маленький паровозик, да, как маленький паровозик стоит такой прецепт, потому что, в общем, они вообще все стоят как маленький паровозик, есть те, которые стоят как большой паровоз, но это вообще уже не избыточная работа, даже мечтать нельзя, наверное, вот, но я уже знала, что, наверное, что-то придется такое делать, поэтому, видишь, тут есть волшебная дырочка. Та же дырочка есть волшебная. И в эту волшебную дырочку можно что-то положить. Ой, деньги? Да, например, деньги крупными купюрами. Крупными купюрами? Потому что, как маленький паровозик уже стоит, да, придется, наверное, крупными купюрами класть. Друзья, привет! Привет! У нас наступила осень, и появилась небольшая проблема. С мелкими купюрами все хорошо, а вот с крупными все, в общем, не так здорово, как мы рассчитывали. Исходя из этого, в общем, у нас и получается такое видео. Мы вообще рассчитывали на то, что мы его накопим. Раз, а следующим кадром у нас уже будет экскурсия по готовому прицепу. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. И мы, в общем, посмотрели много разных всяких вариантов, и ни один из них, к сожалению, нам не подошел готовый. Потому что два момента. Или он огромный, стоит как самолет частный, на него надо брать ипотеку. Но, конечно, чудесен этот прицеп внутри, потому что там кровати, диваны, пуалеты и все такое. И, конечно, он очень комфортный, но возникает момент мобильности. В чем, собственно, и есть задумка вообще обладания прицепом для нашей семьи в мобильности. Потому что мы, в общем, наездились по отелям, путешествовали с тюленьевым воздухом на море. И нам хочется сесть и поехать. И вот здесь вообще доступность любой точки, да, с огромным тяжелым прицепом очень условна. Потому что вы должны рассчитывать топливо, вы должны рассчитывать кемпинг, да. Далеко не каждый кемпинг готов принять большой прицеп. Да, у них не всегда есть места. И, между прочим, поездка наша этим летом это показала. Некоторым людям отказывали на въезде в кемпинг, потому что просто не было места. Мы не хотим попасть в такую ситуацию, поэтому, опять же, это немножко не наш вариант. Ну и плюс, конечно, мы любим горы. Горы, горы, горы. И в горы, конечно, на огромном прицепе тащиться это несколько не тот формат, который, в общем, предполагает, собственно, конструкция этих моделей. Поэтому от этого, конечно, нам пришлось отказаться. Готовые маленькие прицепы, которые в основном делаются в Америке или по американским лекалам, они намного лучше, удобнее, интереснее. Они там модульные, суперклевые, в общем, суперчудесные. Но, опять же, но они в массе своей неутепленные. То есть это фанерка, какая-то подложечка и белый свет снаружи. Что, в общем, опять же, упирается в ту же самую проблему, потому что вот мы, когда, возвращаясь опять к нашему отпуску этим летом, чем чаще всего мы пользовались в нашей суперпалатке, скажи мне. Обогревали палатку, с собой брали обогреватель дополнительный и обогревали палатку, потому что был конденсат. Ночью холодно, днем жарко, но все равно все было хорошо. Нет, все было супер, да. Только вот этот конденсат, вода, это в подушках, это в одеялах, это в спальних, в мешках, не очень приятно было. Да, и вот поэтому, собственно говоря, в этом, опять же, будет проблема неутепленного прицепа, потому что утепление нужно не только для того, чтобы вы не замерзли ночью, например, хотя и для этого, конечно, тоже, но и для того, чтобы вода, внутри которой вы надышите, из-за разницы температуры снаружи и внутри вашего прицепа, она будет достаточно большая разница, и скапливается конденсат, то есть вы надышите влаги внутри вашего прицепа, столько, что вам будет кажется, что он протекает, будет казаться точно, что он протекает. Поэтому, собственно говоря, отказались, опять же, от прицепа неутепленного. Хотя я уверена, что сейчас в комментариях напишут, что мы ничего не понимаем в этой жизни, нужно было брать такую модель или такую модель, или вот что мы вот 10 лет ездим с семьей, значит, с прицепом, а вы тут, значит, ничего не понимаете. Но прицепа, как, в общем, и машины, дело вкуса и дело личного выбора каждого, но вот для нас то, что мы видели вживую или смотрели в интернете, или читали отзывы, к сожалению, не подошло. Либо то, что нам подошло, стоит как, в общем, очень дорогой автомобиль, или, в общем, как маленький паровоз. Как большой паровоз. Большой, большой паровоз, да. Как большой паровоз. И поэтому... Смотря от чего отходить. Да-да, и поэтому, в общем, у нас появилась другая идея. Идея какой-то легкости. Да. Что-то мобильное, не очень большое, по габаритам, чтобы она легкая была. Ну, сравнение волны, может быть, такое. Ну, да, да, есть что-то такое, похожее на волну. И, в общем, в итоге, конечно же, мы пришли к тому, что прицеп мы будем делать самостоятельно. Слава богу, у нас есть четыре руки, которые до этого, в общем-то, мы думали, что они растут и нужно. Но мы проверим в ближайшее время, так ли это или нет. Увидите. Да, увидите, откуда руки растут. Мы ни в коем случае не претендуем на то, что мы там профессионалы или еще что-то. Нет, конечно, нет. Мы делаем для себя. Мы делаем на коленке, внизу, в гараже, около нашего дома. И, в общем, конечно же, это все будет несколько кустарно, на взгляд, профессионалом. Но если вдруг вы профессионал, вдруг вы профессионально, например, занимаетесь изготовлением, может быть, прицепов или каким-то образом с ними связаны, и хотите нам что-то подсказать, мы в комментариях всегда рады видеть любые советы и любые ваши предложения по тому, как что-то по или иной можно сделать другим образом, чем мы собираемся это делать, например. Вот. Перейдем, наверное, к чертежу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, что ж, друзья, вы видели, как чертился проект нашего прицепа. Муж мой постарался. И в итоге вот что у нас получилось. Вот так в итоге выглядит наш прицеп. Он у нас немножечко вырос. Вместо 2,50 он стал 2,70. Сейчас Андрей расскажет, почему это произошло. Мы, хочу оговориться сразу, что прицеп мы делаем на готовой платформе. То есть платформу саму, вот на чем стоит модуль прицепа, мы уже купили. То есть она готовая с тормозной системой. И здесь мы решили немножко сэкономить себе работы, потому что на самом деле, да, можно было бы варить, конечно, платформу самостоятельно. Но до такого продвинутого хендмейда мы пока еще не дошли. Решили начать с более простого варианта, то есть сделать что-то на готовом. Вот. И давай расскажи немножко, как вообще, что у нас будет выглядеть и к чему мы пришли. Да, у нас вырос чуть-чуть, выросла длина прицепа, как я обещал вам, 2,50, 2,60, получилось 2,70. Почему это у нас случилось? Потому что мы хотим полноценную кухню встроить в наш проект. И хочется, чтобы рабочий стол, который там будет установлен, был примерно полметра 50 сантиметров. По ширине мы примерно будем метр 70, метр 72. Это дает нам платформа. И сами колеса будут спрятаны уже под прицеп. Они не будут выступать. Также у нас в этом прицепе спальные места 2 метра получаются. И ширина спального места метр 70. Двери, которые мы придумали, можно сказать, не придумали, мы подсмотрели у других, как это делается. Во-первых, здесь играет дизайн огромный, огромную роль. Также очень удобно в эту дверь залезти. Она очень огромная получилась у нас. И высота, как я вам обещал, метр 70. Да, то есть, как мы и говорили, стоять в прицепе будет нельзя. Мы от этой идеи не отказались. Даже на этапе чертежа. Хотя, на самом деле, игрались мы в разную высоту прицепа. Но, опять же, чем выше высота, тем больше сопротивление, больше расход топлива. Ну и плюс сама платформа готова. Не дает нам сделать высокий комфортный прицеп. То есть, зачем стоять внутри? Затем, что там внутри надо делать кухню. И, соответственно, не получится эта история. Варить самостоятельно платформу нам не хочется. И поэтому мы исходим из того, что есть. У нас здесь будет также люк для вентиляции, как вы видите. И кухня отдельным модулем будет в задней части прицепа. Также здесь будут у нас полочки. Как в кухне для хранения всяких кухонных и не только вещей, так и полочки мы сделаем внутри уже в жилом секторе. Здесь же будут рундуки. Здесь же будут скрытые полки. Здесь же будут сетки. Ну и еще несколько дизайнерских решений, о которых мы вам расскажем по ходу повествования нашего о том, как мы все это строим. Но, в общем, итоговый чертеж вы видите. И вот надеемся, что нам не придется от него отходить на этапе строительства, потому что мы понимаем, что мы, опять же, не профессионалы. И то, что мы начертили на бумаге, возможно, как-то будет корректировать с реальностью. Но надеемся, что нет. Время покажет. Время покажет. Во всяком случае, мы живем у них. Ребята, забыли. Забыли, да. Мы всегда чем-нибудь забываем. Забываем. В общем, колокольчики. Вы же понимаете, да, что мы на Ютубе снимаемся, ну, не для того, чтобы рубашку лишний раз одеть, а сами знаете, для чего. Поэтому колокольчики, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии. Пожалуйста, держите себя в рамках, когда вы будете писать комментарии, сами понимаете. Вот. И всего вам хорошего, позитива, приятного. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok